В данном уроке рассмотрим работу с нодами. Я покажу, как их добавлять, что это такое, и мы попробуем с их помощью создать немного более сложный материал, чем это было сделано в предыдущем уроке. Итак, здесь сразу же я изменю рабочее пространство на композитинг. У меня появились нужные мне окна. Вот оно, окно редактор нодов. Здесь наше окно 3D-виден. Я на вкладке мира снова установлю белый цвет. Здесь включу режим отображения Rendered, чтобы мы видели наш куб. И теперь на вкладке материалов у нас доступна данная кнопка Use Nodes. Я могу нажать ее, либо же здесь в окне редактор нодов отметить данный пункт Use Nodes. Только сейчас у меня появились ноды для постобработки, а мне необходимо изменить вот эту иконку, выбрать первый пункт для настройки материалов. Вот я нажимаю Use Nodes снова, у меня появляются два нода. Я убираю ее, здесь снова доступна данная кнопка, я могу нажать ее здесь, и как видите, оно тоже отмечается данный пункт. И у меня в сцене сейчас появилось два нода. Первый нод это Shader Diffuse. Как вы можете заметить, здесь в нем присутствуют те же настройки, что и здесь в меню Surface. То есть первый пункт это его тип, здесь он указан в заголовок нода. Diffuse BSDF. И дальше пошли параметры Color, Roughness и Normal. Здесь они также присутствуют. При работе с нодами мы их будем добавлять несколько штук, и не на всех нодах здесь доступны все параметры, особенно после того, как они смешиваются друг с другом. Поэтому данное меню я скрою, чтобы не путаться в нем. Оставлю здесь разве что окно Preview, пускай оно будет. И теперь уже поговорим о нодах. Что такое нод? Нод это отдельные блоки, которые выполняют различные операции, и они могут иметь как входы, так и выходы. Ну, либо в данном случае есть ноды, которые имеют лишь входы, они имеют выходов, а также есть ноды, которые имеют лишь выходы, но не имеют входов. Но, как правило, нод это такой объект, как вот Diffuse, у которого есть и свои входы, и выходы. То есть мы можем подать на вход какие-то значения, сам нод что-то с ними будет выполнять, и результат своей работы подаст на выход дальше. Ну вот, соединены у нас два нода. Данный нод отвечает за внешний вид материала, и мы подключили шейдер Diffuse к его входу в Surface, то есть поверхность. Мы можем изменить цвет, и сразу же изменяется цвет поверхности нашего куба. Как добавить в цену другие ноды? Есть три способа. Первый – это в окне нодов нажать клавишу T. Здесь появится вот такая панелька со свернутыми меню. И в каждом меню находятся собранные по группам ноды. Вот Input – это ноды, у которых есть лишь выход, но нет никакого входа. Output – это как раз вот эти ноды, у которых есть вход, но нет выхода. И дальше пошли ноды стандартные. Вот шейдеры. Мы можем выбрать любой из них, например, глаз. И вот появляется еще один нод. Удаляются они с помощью клавиши X. Это можно добавлять их с помощью данного меню. Также здесь внизу есть пункт Add. То же самое, только вот такой выпадающий списочек появляется с нодами. И как и в окне 3D-вида, доступно горячее сочетание клавиш Shift плюс A. Появляется меню. Здесь также есть поиск. Если вам нужно добавить нод Diffuse, но вы не знаете еще в какой категории он находится, вы можете выбрать первый пункт поиск, написать, например, вот D. И вот он доступен, Diffuse. Вы по нему кликаете, и он у вас добавляется. То есть таким образом мы можем добавлять в сцену новые ноды. Ну и последнее касательно их работы. Сейчас расскажу, как они соединяются вместе друг с другом. И затем соберем какую-то карту нодов. И вы посмотрите, каких результатов можно добиваться с их помощью. Данные ноды сейчас уже соединены между собой. Чтобы их разъединить, необходимо левой клавишей мышки зажать. По вот этому зеленому кружочку. То есть в том месте, где нод Diffuse подключен. Отвести его в сторону и просто бросить. И они разъединятся. И сейчас, как видите, нет у него никакого материала. И чтобы соединить, наоборот, нужно взять за данный выход, потянуть, появится такая веревочка. И вы указываете, куда ее необходимо подключить. Наводите на Surface, отпускаете. И нод соединился. И как вы видите, здесь кружочки разных цветов. Цвета отвечают за тип информации, которая обрабатывается. Как правило, ноды подключаются в соответствии с цветами. То есть зеленые к зеленому, желтые к желтому. Но бывают исключения, когда просто необходимо подключить, например, выход Color в ходу фактора, например, либо Roughness, чтобы добиться каких-то результатов. Ну, это уже более сложное. Для начала, для настройки каких-то относительно простых материалов, достаточно того, чтобы соединять ноды в соответствии с их цветами. Ну и добавить я сейчас добавлю еще один шейдер. Как я говорил, сейчас мы добавили только один шейдер. И если мы добавим в сцену еще один шейдер, например, глянец, и я подтяну и подключу его к Surface, то мы видим, что данный шейдер Glossy подключается, а Diffuse автоматически отключается. Потому как к одному входу не может быть подключено два выхода. Но зато наоборот, из одного выхода может расходиться несколько ответвлений. Но это так, сейчас не столь важно. И теперь я добавляю в сцену Mixed Shader. Данный нод предназначен для того, чтобы смешивать между собой два шейдера. Вот видите, здесь сейчас я его отключу полностью. Просто шейдер и шейдер указаны. Я к первому подключаю Diffuse. Ко второму подключаю Glossy. И у нас в результате получился вот такой материал. Давайте качество немного поднимем. И здесь есть параметр, указывающий степень смешивания двух данных шейдеров. Я выставляю значение в 0, и у нас используется лишь первый шейдер Diffuse. То есть я уберу шейдер Glossy, мы видим, изменений никаких нет. И наоборот, если выставлю значение 1, то полностью приоритет отдается второму шейдеру. Первый не используется. И таким образом, регулируя данное значение, я смешал два шейдера, и в результате у меня получился вот такой материал. Вот у нас уже в сцене участвуют, скажем, три нода. Я теперь могу добавить, например, нод Color. А, нет, этот пока нам не нужен. Давайте я сейчас просто добавлю нод RGB. То есть он из себя представляет то же самое, что и данный параметр Color у Diffuse. Я здесь кликаю по нему и могу выставить любой нужный мне цвет. Точно так же и здесь, но теперь я могу, например, выставить здесь сейчас синий цвет. Подключаю выход Color к входу Color нода Diffuse. И у нас теперь шейдер Diffuse на выходе выдает синий цвет. То есть мы подали на него параметр синего цвета, и он передал его дальше. Но так же мы можем продублировать с помощью Shift D данный нод, создать его копию. Здесь изменить цвет на зеленый. И уже добавить нод Mix RGB. Данный нод смешивает между собой два различных цвета. И я могу сразу же при добавлении навести его на нужную мне линию. Как видите, она подсвечивается. Кликаю левой клавишей мыши, и он автоматически подключается в правильных местах. То есть к входу подключилось сюда в Color 1, и его единственный выход подключился к входу именно Color у Diffuse, а не к Normal или Roughness. И теперь я подключаю второй цвет. И мы уже видим результат работы смешивания двух цветов. То есть смешивается вот такой синий цвет с таким зеленым. Степень смешивания здесь так же можно регулировать. Больше синего, больше зеленого. Так же вот еще есть тип, Mix, Add. Данные значения тоже можно менять. И вы видите, в зависимости от данного типа меняется результат. И в итоге у нас получается уже куб с таким цветом и таким материалом. Работают ноды все слева направо. То есть сначала Blender берет данные цвета, здесь их смешивает. Результат смешивания данных цветов подает на вход Diffuse. Данных два цвета берет с данных нодов, здесь также смешивает. И уже результат, который получается здесь на выходе, он передает на вход Surface. Даже если вы возьмете, например, Shader, давайте Glossy, и заведете его куда-то вперед, то результат, как видите, не изменяется. Ну, так в основном на практике не делают. То есть стараются ноды добавлять в том порядке, в котором они идут, чтобы было удобнее их читать. Ну и вот получилась так называемая карта нодов. Еще ее называют связкой нодов. И в результате у нас появился вот такой материал, такой куб. С помощью нодов можно как настраивать материалы, так и производить финальную постобработку. Это когда вы уже сделали полностью рендер изображения. И затем можете накладывать на него какие-то эффекты без моделирования. То есть здесь уже получается в работу включаются лишь работа с двухмерными изображениями. Но тем не менее вы можете отрендерить какое-то изображение. Затем подключить нод по корректировке цветового баланса. И всего-навсего, изменив несколько значений, у вас преобразятся полностью цвета в вашей сцене. Сложного в них ничего нету. То есть, как я уже говорил, в основном они подключаются в соответствии с цветами, как вы видите. Читаются всегда слева направо. И если вы вдруг заблудились в длинной карте нодов, потому что они, бывает, состоят из 50, а то и сотни штук, то вы всегда начните слева направо, смотрите, что выходит из нода, какие параметры подаются на выход, и вы всегда будете знать, где что происходит. То есть на данном пункте у нас смешаны данных два цвета, здесь у нас смешаны данных два, в результате получаем вот такой результат. Про типы добавления и как с ними работать мы поговорили, думаю, для первого урока более чем достаточно. Далее мы сейчас рассмотрим работу с текстурами в Blender и неоднократно еще вернемся, я еще покажу, какие ноды отвечают за добавление текстур, их позиционирование на объекте и так далее.